Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода, обратимся к пятой главе. В пятой главе Исхода, в общем, можно сказать, действие переносится в Египет и основным действующим лицом наряду с Моисеем и Аароном здесь, собственно, становится фараон. Ну и, во-первых, выясняется, что фараон, по предположениям историков, это был мирный птах, довольно малоприятный субъект, с одной стороны. С другой стороны, по многим традиционным толкованиям, особенно в средние века любили так делать люди, представлять там фараона как некий символ человеческой души, противящейся Богу. Ну, можно и так, конечно же. Очевидно, что те, кто записывал и потом компилировал эти тексты, не имели в виду подобных аллегорий, а имели в виду все же предложить читателю некоторый нарратив примерно вокруг исторических событий. Ну и вот как это выглядит. Смотрите, Моисея, он пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, let my people go, в интерпретации Армстронга, понимаете, отпусти народ мой. И, собственно говоря, автор здесь записывает важную очень вещь. Фараон сказал, а кто такой Господь? Чтобы я послушался голоса его, отпустил сынов Израилева. Кто он такой для меня, для фараона? Еще не будем забывать, что фараон для Египта царь и бог и воинских начальников одновременно. Он сам божественное лицо, персонаж. Там, ну, разные версии египетских политологических представлений наделяли фараона статусом божества, сына богов, там каких-нибудь, там этих богов довольно много. И сейчас я не вспомню ни то Осириса, ни то еще какого-то дяденьки. И, значит, вот фараон должен был быть сыном, он сам тут бог земли египетской, и какой такой еще бог будет здесь командовать, говорит фараон. Кто такой? Почему я должен его слушать? Для автора здесь еще важна вот какая сторона дела. В представлении народов и культур древнего Ближнего Востока, да, пожалуй, и не только Востока, боги закреплены, так сказать, за конкретными племенами. Они как своего рода губернаторы небесные отвечают за определенное племя на определенной территории. Бывают племена, у которых этот бог один, а Марии ему поклоняются, а Хананеи поклоняются к другому. Да, вот эти вот племенные боги, которые не претендуют на власть над другими племенами, не претендуют на власть над другими территориями, они очень даже к территориям привязаны. Буквально, да, так как разнообразные человеческие начальники от губераторов до епископов, на своей территории он, значит, бог, а на территорию соседей бога не вторгается, там ничего не делает или не может, а если пытается, то война. Вот такие вот странные для нас взаимоотношения у древних народов с их древними разнообразными богами. Еще раз повторю, по мере того, как малочисленные племена собираются в более крупные этносы, там как-то развиваются из культура, боги складываются, сливаются друг с другом или образуется целый пантеон. Все очень увлекательно, очень сложно. Читайте «Мир Чирилиады» и «Историю религии». Но так или иначе для фараона точно так же есть боги Египта, фараон египтянин, и через него фараон считает, что он скорее входит в компанию богов Египта, чем в компанию египтян. Вот они властвуют на этой земле Египта. Когда через некоторое время фараоны пытаются построить для своих экспедиционных войск храмы где-то там за пределами Египта, в Библисе в частности, это вызывает большие сомнения, а можно ли почитать египтских богов вне Египта? Точно так же, как «А можно ли почитать в Египте каких-нибудь неегипетских богов?» Одним словом, когда фараон говорит, «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса его?» «Если это бог вашего народа, сами его и слушайтесь». И если это бог вашего народа, то на какую территорию, где границы, международно призванные границы владычества этого бога. И, в общем, библейская культура, начиная от исхода, да, пожалуй, еще в некоторых фрагментах бытия, и дальше до, пожалуй, эпохи плена и послепленной ранней эпохи настойчиво предлагает читателю принять откровение о том, что на самом деле бог вездесущий, он везде, в какой бы это ни было земле. В Египте, в Израиле, в Вавилонии бог и там, и там, и там, и везде присутствует. Он всевластный в том смысле, что его власть повсюду. Он властен над всеми богами, если они вообще существуют. Ну, в более поздние времена, там, где-нибудь после плена, все-таки разговор уже, как правило, идет о том, что этих богов просто не существует. Все боги народов – идолы. А Господь небеса сотворил. Вот Он сотворил все, а больше никто ничего не сотворял. Он реально существующий бог, а остальных просто нету, не существует. И его власть простирается повсюду, в том числе над фараоном. На самом деле, весь разговор о том, что именно ожесточает сердце фараона, почему он начинает все больше и больше лезть в бутылку от столкновения с волей бога. Оказывается, что бог реален. И его сила, власть и реальность сильнее, больше, чем аналогичные силы и власть фараона. Вот кто такой бог, чтобы я его слушался? А он бог всей земли, он бог всех народов, он бог земли и неба. Для самих израильтян это тоже оказывается далеко. Не так просто, потому что они тоже нередко пытаются думать, что бог Израилев – это наш бог, поэтому нам он будет бонусы сыпать и благодеяния, вне зависимости от того, как мы себя ведем. Он же наш бог. У него есть один народ – это мы. А других нет. И вот, понимаете, для израильского народа, как и для целого ряда последующих тоже таких народов, у которых немножко повернутые мессианские идеи, да, проявляются вот это вот «бог нам должен благотворить, независимо от чего, а другим не должен», в конце концов выливаются в практические действия и в обиду на бога, когда выясняется, что бог говорит «моя вся земля». Моя вся земля. Ну, до этого еще так или иначе далеко. А здесь фараон говорит «я не знаю Господа, Израиля не отпущу». «Не знаю, не знаком с ним, не отпущу». И они, Моисея с Аароном, убеждают фараона, бог евреев призвал нас «отпусти народ мой». И на это фараон говорит, что ладно, это вы отвлекаете только народ от работы. Вот они должны мне служить, поэтому идите на свою работу. И фараон сказал народ этот многочисленный, праздный, и повелел дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми делами, не занимались пустыми речами. Вот таким образом получается, что ожесточение сердца фараона сделало ситуацию еще хуже. Фараон не желает, он такой вот прям свободолюбивый, не желает признавать над собой власть Бога. А Израиля от этого только хуже. И дальше в этой главе мы увидим, что Моисей начинает так несколько от части сентонации ропота говорить Богу, как же так? Ну как это так? Мы же сделали все, что ты велел, ты сказал, что ты идешь освободить, а стало только хуже. лучше не стало, легче не стало. И вообще в книге исхода это, если хотите, один из лейтмотивов. Мы вроде бы тебе последовали, за тобой пошли, тебя слушаемся, а нам все хуже. И вот все время в этой самой книге мы видим прямо повторяющуюся эту схему. Призвание, выбор, противление, ропот, избавление Божье. И да, это схема, которую осознанно, целенаправленно подчеркивают создатели книги исхода. Потому, что к эпохе плена уже сформировалось представление, особенно на основе пророчеств многих великих пророков восьмого, седьмого, шестого века Терриста Христова сформировалось понимание того, что на самом деле народ Божий очень неохотно, с трудом вразумляемый только во что вас еще бить, продолжающие свое упорство, вразумляемый только вот такого рода бедствиями, битьем со стороны Бога только так может все-таки за Богом как-то следовать по пути правды жизни, по пути Божьего закона. А без этого не получается, без этого обязательно уклоняется в сторону. Если не следовать за Богом, все время выбирая его и продираясь через бедствие, то вообще остаются одни бедствия. Это очень важная для библейского откровения картина, на самом деле разговор о том, почему путь народа Божьего вот от Моисея и до ну допустим до Новохудоносора, до Иеремии, до разрушения Иерусалима. Почему вот этот путь такой постоянного противления, при том, что людям хочется выглядеть отличниками. Помните, как Господу Иисусу Христу тоже фарисеи говорят, мы дети Авраама и не были рабами никогда никому, бия себя пяткой в грудь. Что, в общем, чушь полная, потому что они были рабами 400 лет в Египте, еще потом 70 лет в Вавилоне и еще, 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 еще. Да, но хочется выглядеть народом богоносцем, а ни разу не богоносец. Наоборот, те, кто все время пытаются противостоять, вырываться. И вот повторю еще раз, это для книги Исхода и для Ветхого Завета в целом одна из центральных важнейших вещей. Адекватное понимание того, что из себя представляет народ Божий. И это не какие-то, знаете ли, антисемитские брошюрки, написанные внешними. это они сами пишут, чтобы себя понимать. И таким образом встать перед Богом в правильную, в нужную, в реалистичную, адекватную позицию. Ну и дальше здесь в пятой главе, значит, все, все хуже, хуже, хуже. Праздновы, праздны, количество, план по выпуску кирпича евреям увеличивается, значит, снабжение их соломой наоборот отменяется, и они должны сами еще и соломы себе собирать и так далее. И вот надзиратели, которые получают такое приказание от фараона, встретились с Моисеем Аароном, и эти надзиратели из сынов Израилевых говорят им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его. Ну, страшно же сказать, что вот вы со своим Богом или ваш Бог нас позвал в пустыню, все, это он виноват. Ну, как-то обвинять Бога негламурно, поэтому они обвиняют Моисея и Аарона, хотя суть, в общем, та же самая. Хуже становится, и вот всегда, когда становится труднее, тяжелее, народ Божий начинает роптать. и роптать. роптать. И роптать. И роптать. Продолжение следует...